всем привет я начала сейчас опять возвращаться в инстаграм и теперь можно чаще меня видеть в инстаграме будет меня больше то есть это ежедневные stories посты я не знаю как будет но вот в stories я буду чаще выходить заходите в мой инстаграм и если хотите увидеть моих котиков всем привет я сегодня покажу вам упражнения для ног и заодно проверить и как у вас суставы работают очень хорошее упражнение будьте осторожны если не есть необходимость используем руки а если есть возможность то лучше руками не пользоваться только работа ног и так приступая упражнение похоже на приседания но здесь важна техника ноги на ширине таза стопы параллельны руки и вытягивая вперед чтобы управлять балансом сгибаем колени плавно опускаем на пол когда поднимаемся стопы полностью укладываем на пол приседаем стопы на полу стараемся не отрывать их от пола в этом и заключается сложность чтобы стопы не отрывались от пола и параллельно все время дышим очень полезное упражнение для суставов ног и также проверяем свой баланс равновесие гибкость ног воспользуйтесь этим упражнением и делайте настолько насколько можете медленнее чем медленнее тем лучше лучше сделать один раз более спокойно и комфортно чем быстрые резкие движения и много раз эффективность именно в том что это делается плавно и спокойно всем удачи следующее упражнение работа с коленами ноги на ширине таза стопы параллельны сгибаем колени ладони укладываем на колени только не давим просто держимся как будто за колени теперь вращение коленами в одну сторону и амплитуда круговых вращений настолько насколько можете комфортно делайте маленькие средние или побольше параллельно работают стопы мы как бы массируем их по полу внешняя внутренняя сторона у нас опускается приподнимается по полу стоп и также в обратную сторону теперь все то же самое только ноги вместе только стоп и теперь не отрываем от пола врачи вращаем колени в одну сторону и все время помним что дышим дыхание не задерживаем во время движений вообще нужно дышать это очень важно теперь следите чтобы двигались за ногами таз но и тело как получается то есть не нужно головой крутить голова на месте следующее упражнение мы с прямыми ногами делаем наклон чтобы спина была параллельно полу захват над коленами и когда мы сгибаем колени выпрямляем ноги корпус руки голова двигаются вместе с тазом и ногами то есть спина у нас ровная голова как продолжение позвоночника и внутренне мы отталкиваемся руками от ног вытягиваем позвоночник при этом следующее упражнение для опять же коленных суставов колено приподнимаем чтобы параллельно тазу было и на месте держим двигается только голени стопа стопа вместе с голенью двигается как бы продолжение ноги и мы как будто бы рисуем большим пальцем ноги круг круг делайте настолько насколько можете больше если тяжело стоять на ноге сможете согнуть колено или можете сзади развернуться и прижаться к стене чтобы было комфортно держать равновесие и так делаем круговые вращения в одну в другую сторону то же самое и с другой ногой но следим чтобы у нас в колено не двигалась это очень важно соблюдаем технику безопасности и следим чтобы у нас таз был на месте чтобы все тело в принципе и на месте двигается только голени стопа можно взглядом зацепиться за одну точку в воздухе это тоже помогает держать равновесие следующее упражнение для тазобедренных участков мы как будто коленом рисуем теперь круг и делаем это движение в одну и в другую сторону но опять же здесь если трудно держать баланс сгибаем колено на опорной ноге и двигаем коленом так чтобы когда колено опускается колени у нас были вместе и в этом случае нам нужно чтобы у нас голени стопа двигались вместе с коленом то есть мы его как согнули так и двигается чувствуем движение именно в тазобедренном участке тела нам нужно проработать именно тазобедренный участок подвижность всех суставов очень важно следующее упражнение ноги чуть шире таза стопы параллельны двигаем тазом голова стопы на месте руки на поясе в одну сторону двигаемся и при этом дышим несколько круговых вращений в одну сторону и в другую сторону делайте столько сколько вам комфортно и стряхиваем напряжение с ног теперь делаем наклоны ноги на ширине таза руки голова свисают и позвонок за позвонком опускаемся представьте что вы как будто ныряете в замедленной съемке в воду вот нам нужно так плавно опуститься изгибаем колени именно так чтобы как будто мы корпус укладываем на бедра нам нужно расслабить полностью поясничный отдел весь позвоночник шею голову живот и лицо плечи раздвигаем чтобы шея была свободна вес головы будет тянуть позвоночник вниз и таким же образом мы поднимаемся позвонок за позвонком вверх и все время дышим наклоне вы можете задержаться столько сколько вы можете чем больше тем лучше это разгружает поясничный отдел когда хозяйка блогер очень сложно мои котики собираются спать а я мешаю я тут болтаю записываю видео босс уже собирается наверное раз 3 4 спать я ему не даю мешаю сейчас следующая попытка он надеется что получится ой босс босс а а